Сегодня многие жители города стараются содержать придомовые территории в ухоженном виде. У кого-то аккуратно пострижен газон возле двора, кто-то свой участок украшает зелеными насаждениями. Есть клумбы, которые буквально утопают в сезонных цветах. Такое яркое оформление придомовых территорий радует прохожих. Мне очень нравится. Все люди идут, смотрят, любуются клумбой такой. Мы не позволяем молодым девочкам и мальчикам, чтобы не рвали. Все время я сижу напротив соседка вот этого дома. Сижу и если кто подходит, рвет, я запрещаю. Я желаю всем, чтобы люди добрые делайте около себя клумбы, делайте красоту, украшайте наш любимый город. Мы здесь старые пожилые люди. Мы очень довольны, будем рады и будем любоваться всеми, кто это делает. С каждым годом Лобин становится краше, улучшается архитектурный облик города. Ухоженными должны быть не только центральные улицы. Содержать придомовую территорию в порядке нужно всем жителям. Чтобы активизировать население к решению вопросов благоустройства, зеленения и санитарного порядка, мы реорганизовала смотр-конкурс. Он стартовал 5 сентября. В соответствии с постановлением администрации Лобинского городского поселения, на территории города с 5 сентября объявлен смотр-конкурс на лучшее содержание домовладения. В смотре-конкурсе участвуют три номинации. Лучший дом образцового содержания частного сектора, многоквартирный дом и лучшая детская площадка дворовая. Неравнодушные горожане стараются не отставать от инициативных жителей и начинают тоже благоустраивать свои участки. Некоторые к этому вопросу подходят с большим энтузиазмом. Возле домов сооружают беседки, устанавливают малые архитектурные формы. Мы привыкли, что у нас все время, чтобы был порядок. Поэтому мы постоянно занимаемся этим, стараемся, чтобы у нас всегда чисто было в порядке. Хозяева домовладения по улице Косычева, 67, удивили комиссию конкурса подходом к оформлению своего участка. Здесь словно попадаешь в сказку. Только возле двора насчитывается около 30 статуэток. Дружелюбные гномы и зверюшки не оставляют равнодушными никого, говорит хозяйка. Вышел, посмотрел, тут все красиво, сел, отдохнул. Собираются у нас соседи здесь, вот четыре семьи. И сидим здесь, отдыхаем, чай пьем, ну что-то еще, праздники отмечаем здесь. Всего в номинации «Дом образцового содержания» принимают участие 21 конкурсант. Заявку на лучшее содержание многоквартирного дома подали 10 председателей домовых комитетов. А в номинации «Лобинский дворик-2016» соревнуются 9 дворовых площадок, одна из которых расположена на перекрестке Победы Воровского. Жители нашей площадки – самый добросовестный народ. Они помогают красить, убирать, участвуют в проектах, дизайнах. Какой должен быть фонтан, какой должен быть трактор, рисунки – это все помогают дети. Я огромная благодарность еще раз жителям этой площадки, в отличие от взрослых, которые время от времени что-то ломают. Даже бывает, что у нас какие-то вещи пропадают. Может, не стоит об этом говорить, но это факт. Но это издержки производства. А в общем, мы живем мирно, дружно, все у нас замечательно. Приходите к нам. К нам приезжают из семсовхоза, из сахарного завода. И нанимают такси, приезжают по вечерам, бывает, что до 30 человек детей. Итоги конкурса на лучшее содержание придомовой территории подведут в конце года. Победители ждут ценные подарки и грамоты. Заявки подавались председателями микрорайонами, либо самими жителями до 19 сентября. Сейчас конкурсная комиссия объезжает домовладения, и по итогам объезда будут выявлены победители. Шесть частных домовладений, один многоквартирный дом и одна детская площадка будет выбрана. Целью данного конкурса является благоустройство нашего города, чтобы он был чище, опрятнее и уютнее.